Вот моя функция для того, чтобы потребитель покупал эти продукты, не только функциональные, но и традиционные. Мой коллега, предыдущий спикер, сказал, что у нас падает потребление и производство, должен быть спрос. Мы должны информировать. Информировать, прежде всего, нет сообщества, потому что к кому мы идем и узнаем о тех или иных свойствах продукта, и почему они должны быть ежедневно в рационе, просто один продукт, а три молочных продукта. Потому что на сегодняшний момент это лучший источник легкоусваиваемого белка, полноценного, с незаменимыми аминокислотами, которые так нужны, организму без них мы не можем. И еще такого нужного макроэлемента, как кальция, который мы тоже должны каждый день получать через пищу, и сам организм его не производит каждый день, вот мы здесь взрослые люди собрались, это тысяча, тысяча сто миллиграмм в день. Это каждый день. И как раз именно к рекорде молочных продуктов прекрасно дает эту возможность и усвоить. Профилактическая медицина, мы играем в этой зоне, работая с медицинским сомбором, сообществом рассказывая, напоминаю о том, что нужно не только лечить, у нас прошу хирургия, у нас там пересадка органов, какие-то сложные операции, но нужно и помнить о профилактике, о том, что превосхитить и не допустить каких-то нарушений заболеваний. Как раз мы пытаемся, вкладываем в развитие наших врачей, рассказываем и о своих продуктах, и вообще о ролях. И пытаемся напомнить и рассказать, показать через наши исследования, как можно предвосхитить те или иные нарушения. Вторая целевая аудитория, с которой мы работаем, как раз моя команда, это употребитель. Потому что даже если врач даст рекомендации, мы произведем из высокого сорта молока, функциональный или просто молочный продукт, в изобилии, и вообще у нас, так сказать, тоже желудок у человека ограничен, особенно молодое поколение, сейчас ориентировано на снеги, на какие-то фастфуды, на перекусы, и они занимаются совершенно другими газировками, чипсами, другими продуктами. Поэтому с потребителем мы тоже работаем. Здесь у нас очень интересно, мы совмещаем децидометрию, это такой метод измерения плутности костей, и показываем в какой зоне. И что мы уже собираем? Уже два года мы ведем как раз эти мероприятия для студентов, в вузах, для коллег других фирм, они тоже у нас тоже дискоместные. Здесь причем это платежная категория молочная, не лидированная, это совершенно, так сказать, не романтирующая наш продукт, а именно категория потребления молочных продуктов как источник кальция. И когда вот это поколение 90-е, тогда, да, у нас начался провал промышленного производства, падение, некий немножко такой, ну, нельзя сказать совсем хаос в стране, ну, вот пришло к нам вот оттуда из-за границы прекрасный фастфуд, и наше поколение, ну, взрослые, там, некогда нам надо было жевать, чем информировать наших детей, чем-нибудь накормить, да и молочных продуктов тоже, в магазинах не всегда все было. Соответственно, почему поведение к привычке не были спортированы? И эти, как раз, это поколение показывает, что они находятся как раз по плотности костей в зоне риска, и часто даже еще и в краске. И что мы для себя выносим? Мы реформируем, рассказываем, показываем, через некоторое время приходят, и действительно эти люди, молодые люди, они говорят, да, мы стали менять свои привычки, мы понимаем, что лучше сделать в качестве перекуса, вот, там, йогурт или молоко, стахан, вернуться к сметане, не бояться, там, 15-10% жирности, потому что тоже у нас некоторые СМИ напугали, запугали народ, то оказанной недостаточностью всех, то жирные продукты, молочные преды, молочный жир, ну, слава богу, сейчас тоже, так сказать, история и время оставляют все акценты правильно, и не возвращается эта традиция к употреблению молока и молочных продуктов. Вот мы со своей стороны инвестируем в это свое время, в свои ресурсы, и надеемся, через повышенный спрос потребления, то тогда будет и наше должное положение, мы будем больше качественных продуктов, во-первых, выпускать и предоставлять потребителю.